Книга 5. Послание Еноха, глава 91. И произнес. Ибо известно мне, что зло должно умножиться на земле, и великое наказание произойдет на земле, и всякое нечестие приходит к концу. Истинно оно будет вырвано с корнями своими, и все строения его разрушатся, и неправда опять совершится на земле, и все дела нечестивые и злые, и преступления восторжествуют вдвое сильнее. И когда грехи нечестия и богохульства и насилия во всякого рода делах умножатся, и отступничество и преступления и нечистота умножатся, и великое наказание придет с неба на все это, и святой Господь сойдет в гневе и с наказанием, дабы произвести на земле суд. И после этого корни нечестия будут вырваны. И грешники уничтожены мечом, будут вырваны от богохульников на всяком месте, и замышляющие насилие и произносящее богохульство погибнут от меча. А теперь я расскажу вам, дети мои, и показываюсь стези праведной и стези насилия. Да, я вновь покажу их вам, дабы знали ведь, что произойдет. И вот внемлите мне, сыновья мои, и ходите по стезям праведным, и не ходите путями насилия, ибо все, ходящие путями нечестия, погибнут навеки. Глава 92. Книга, написанная Енохом. Енох действительно написал это полное учение о премудрости, которое есть похвала всех людей и судья всей земли. Всем детям моим, которые будут жить на земле, и будущим поколениям, которые будут хранить праведность и мир. Да не тревожится дух ваш в временах, ибо святой и великий назначил дни для каждой вещи. И восстанет праведник от сна, восстанет и будет ходить путями праведными, и весь путь его и речь будет вечной благости и благодати. Будет он милостив к праведному и даст ему вечную праведность, и ему дарует он силу, чтобы с ним обитало. Он был наделен благость и праведность, и будет он ходить в вечном свете, и погибнет во мраке в вечном грех, и не будет более зрим с того дня и навеки. Глава 93. И после этого начал Енох излагать из книг и сказал Енох, «Относительно детей праведности и относительно избранных мира, и относительно древа праведного произнесу я эти слова, да, я, Енох, провозглашу их вам, дети мои. Согласно тому, что явлено мне было в небесном видении, и что известно мне через слово святых ангелов, и узнал я из небесных скрижалей». И начал Енох рассказывать из книг и говорил, «Родился я седьмым в первую неделю, когда существовали еще суд и праведность, а после меня поднимется во вторую неделю великое нечестие, и появится обман, и в нем будет первый конец. И в нем спасется человек, и после его окончания нечестие возрастет, и закон будет произведен для грешников». И после этого в третью неделю по завершении недели будет избран человек, как дерево праведного суда, и потомство его станет деревом праведным вовеки. И после этого в четвертую неделю по ее завершении будут зримы видения святых и праведных, и закон на все поколения и ограждения будет совершено для них. И после этого в пятую неделю по ее завершении Будет построен дом славы и владычества навеки. И после этого в шестую неделю все живущие в нем будут ослеплены, и сердца всех их безбожно оставят мудрость. И в нем взойдет человек, и по его завершении дом владычества будет сожжен огнем, и весь народ избранного корня будет рассеян. И после этого в седьмую неделю восстанет отступническое поколение, и многие дела совершит оно, и все дела его будут отступнические. И по завершении ее недели будут выбраны праведные избранники от вечного дерева праведности, чтобы принять семикратное поучение относительно всего его создания. Ибо кто из всех сынов человеческих способен слышать голос святого без смятения? И кто может думать его мыслями? И кто может узреть все дела небесные? И может ли существовать тот, кто может увидеть все небо, понять дела небесные и видеть душу или дух, и рассказать о них, или взойти и увидеть все концы их, и подумать о них, или совершить подобное им? И кто из всех людей может узнать, что широта и долгота земная, и кому была показана вся их мера? Или есть ли кто, который может распознать долготу небесную, и насколько велика высота небесная, и на чем она основана, и как велико число звезд, и где покоятся все светила? И после этого будет другая, восьмая неделя, праведная, и будет данный меч, дабы праведный суд был произведен над угнетателями, и грешники будут отданы в руки праведных. И по ее завершении владеют они домами благодаря своей праведности, и для великого царя будет построен дом во славе навеки, и все человечество воззрит на путь праведный. И после этого, в девятую неделю, явится всему миру праведный суд, и все дела нечестивых исчезнут с земли, и будет мир приговорен к разрушению. И после этого, в десятую неделю, в седьмую часть, состоится Великий Вечный Суд, в котором он произведет мщение среди ангелов. И первое небо отделится и пройдет, и явится новое небо, и все силы небесные дадут семикратный свет, и после этого будет много недель без числа навеки, и все будут в благости и праведности, и не будет более упомянут грех навеки. Глава 94 И теперь говорю я вам, дети мои, любите праведность и ходите путями ее, ибо пути праведные достойны принятия, но пути нечестивые внезапно будут разбиты и исчезнут, и будут открыты некоторым людям из одного поколения пути насилия и смерти, и будут они держаться от них далеко, и не пойдут по ним. И вот говорю я вам, праведные, не ходите ни путями злыми, ни путями смерти, и не приближайтесь к ним, иначе погибнете, но ищите и избирайте праведность и жизнь, избранную для себя, и ходите путями мирными, и будете выжить и благоденствовать. И крепко держитесь моих слов в мыслях сердечных, и не дозволяйте изглаживать их из сердец ваших. Ибо известно мне, что грешники будут искушать людей порочной мудростью, так что для нее не найдется места, и никакое искушение не уменьшится. Горы тем, которые возводят нечестие и угнетение, и кладут обман в основание, ибо внезапно будут они свергнуты, и не будет у них мира. Горы тем, которые строят дома порочно, ибо со всех оснований своих они будут свергнуты, и от меча падут они, и владеющие золотом и серебром внезапно сгинут в суде. Горы вам, богатые, ибо надеетесь вы на свое богатство, и от богатства своего отделитесь вы, потому что в дни богатства своего забыли вы Всевышнего. Богохульство и нечестие совершали вы, и подготовились ко дню поражения, и ко дню мрачному, и ко дню великого суда. Так я произношу и провозглашаю вам. Он, создавший вас, низвергнет вас, и не будет сострадателен вашему падению, и при погибели вашей возрадуется Творец. И вы, праведники, в те дни станете укоризны грешникам и нечестивым. Глава 95 О, если бы глаза мои были водами, чтобы мне оплакивать вас, и излить слезы мои, как облако водное, чтобы так я мог успокоить тревогу сердца моего. Кто позволил вам совершать упрек и нечестие? Итак, суд постигнет вас, грешники. Не бойтесь грешников, вы праведные, ибо вновь Господь отдаст их в ваши руки, чтобы вы смогли произвести суд над ними по своему желанию. Горе вам, изливающие анафемы, которые нельзя обратить, посему из-за ваших грехов исцеление отдалится от вас. Горе вам, отплачивающие злом ближнему своему, ибо вам отплатят по делам вашим. Горе вам, ложно свидетельствующие, и вам взвешивающие неверно, ибо внезапно погибнете вы. Горе вам, грешники, ибо вы преследуете праведных, ибо вас отдадут и будут преследовать за несправедливость, и тяжким будет бремя на вас. Глава девяносто шестая Вы же, праведные, надеетесь, ибо внезапно погибнут грешники перед вами, и будете вы править над ними как угодно вам. И в день несчастья грешников ваши дети поднимутся и взлетят подобно орлам, и выше гнезда хищников будет гнездо ваше. И подниметесь вы, и войдете в расщелены земные, и в расселены каменные навеки, подобно кролику перед праведными, и сирены будут воздыхать у вас и плакать. Посему не бойтесь вы, настрадавшиеся, ибо исцеление будет вашей долей, и свет яркий озарит вас, и голос покоя услышите вы с неба. Горе вам, грешники, потому как богатство ваше делает вас, будто имеющих праведность. Но сердце ваше осуждает вас, как грешников, и факт сей послужит свидетельством против вас в память о ваших злых деяниях. Горе вам, пожирающее лучшее зерно и пьющее вино из великих чаш, и попирающее своим могуществом униженных. Горе вам, пьющее воду из каждого источника, ибо внезапно будете вы поражены и лишены силы, потому что покинули вы источник жизни. Горе вам, делающее нечестие и обман и богохульство, это станет памятным знаком против вас во зло. Горе вам, вам сильные, которые мощью угнетают праведных, ибо приближается день вашей погибели. В те времена для праведных настанет много добрых дней, в день вашего осуждения. Глава 97. Верьте, праведные, что грешники постыдятся и сгинут в день нечестия. Да будет известно вам, вам, грешники, что Всевышний помощляет о вашей погибели, и ангелы небесные ликуют о вашем истреблении. Что станете вы делать, вы, грешники, и куда убежите в тот день суда, когда услышите голос молитвы праведных? Да, с вами случится подобно, как с теми, против которых это слово будет свидетельством. Вы были сообщниками грешников. И в те дни молитва праведных донесется до Господа, и наступят для вас дни осуждения вашего. И все слова вашего нечестия прочтут перед великим святым, и покроются лица вашей стыдом, и отвергнет он всякую работу, основанную на нечестии. Горе вам, вам, грешники, живущие в сердце океана и на суше, память, у которых зла против вас. Горе вам, приобретающие серебро и золото в нечестие, и говорящие, мы разбогатели богатством и имуществом, и приобрели все, что нам было угодно. А теперь сделаем то, что запланировали, ибо собрали мы серебро и много землепашцев в домах наших, и житницы, наполненные до краев, как водой. Так, подобно воде, прольется ваша ложь, ибо богатства ваши не пребудут, но скоро поднимутся от вас, ибо приобрели вы все это в нечестие, и будете вы преданы великому проклятию. Глава 98. И вот, клянусь вам, мудрые и неразумные, ибо будет у вас многократный опыт на земле, ибо вы, мужчины, оденете больше украшений, чем женщина, и наденете цветные одежды больше, чем дева. В царственном убратстве, и в пышности, и в силе, и в серебре, и в золоте, и в пурпуре, и в великолепии, и в пище будете вы излиты, как вода. Посему будут они испытывать недостаток в учении и мудрости, и потому погибнут они вместе с имуществом своим. Ибо всей своей славе и великолепии, и в сраме, и в погибели, и в великом разрушении духи их будут брошены в печь огненную. «Поклялся я вам, вам, грешники, что, как гора не стала рабом, и холм не превратился в служанку, так и грех не был послан на землю, но сам человек сотворил его, и под великое проклятие попадут совершающие его. И бесплодие не было дано женщине, но из-за деяний своих собственных рук умирает она бездетной. «Поклялся я вам, вам, грешники, святым великим, что все злые дела ваши открыты в небесах, и что ни одно из ваших тягостных деяний не покрыто и не сокрыто. И не думайте о духе своем и не говорите в сердце, что не знаете вы и что не видите, что каждый день на небе в присутствии Всевышнего записывается всякий грех. С этого времени известно вам, что весь гнет ваш, которым угнетаете вы, записывается каждый день до дня суда над вами. Горе вам, вам неразумные, ибо по глупости своей погибнете вы, и грешите вы против мудрых, и добрая участь не станет вашей. И теперь известно вам, что вы готовитесь на день погибели, посему не надейтесь жить вы, грешники, но вы удалитесь и умрете, ибо вы не знаете искупления, ибо готовитесь вы на день великого суда, на день несчастья и великого стыда вашим духам. Горе вам, вам упрямые сердцем, которые совершают зло и едят с кровью. Откуда вам взять добрые вещи для пищи и питья и насыщения? Из всего доброго, что Господь Всевышний поместил на земле в изобилии, поэтому не будет у вас мира. Горе вам, любящие дела, нечестивые. По какой причине надеетесь вы на добрый случай для самих себя? Знайте, что будете вы преданы в руки праведных, и они отсекут вам головы и поразят вас, и не помилуют вас. Горе вам, радующиеся несчастью праведных, ибо не будет вырыто для вас могилы. Горе вам, пренебрегающие словами праведных, ибо не будет у вас надежды на жизнь. Горе вам, записывающие лживые и нечестивые слова, ибо записывают они свою ложь, чтобы люди могли слышать их и действовать нечестиво по отношению к своему ближнему. Потому не будет у них мира, но внезапно постигнет их смерть. Глава 99 Горе вам, совершающие нечестие, и хвалящиеся в лжи, и превозносящие их, вы погибнете, и не вам будет предназначена счастливая жизнь. Горе тем, которые извращают слова праведные, и приступают закон вечный, и становятся теми, кем они не были, грешниками. На земле их будут попирать ногами. В те дни будьте готовы, вы праведники, вознести молитвы как напоминания и разместить их как свидетельство перед ангелами, чтобы нечестие грешников они положили как напоминание перед Всевышним. В те дни будут возмущены народы, и семьи народу восстанут в день разрушения. И в те дни лишение выйдет и унесет их детей, и они оставят их, так что дети их погибнут из-за них. Да, покинут они детей своих грудных, и не возвратятся к ним, и не пожалеют своих возлюбленных. И вновь клянусь вам, вам грешники, что грех готовится на день непрекращающегося кровопролития. И все, поклоняющиеся камням и могильным образом золотым и серебряным и деревянным и каменным и глиняным, и все, поклоняющиеся нечистым духам и бесам и всякого рода идолам против знания, не получат никакой помощи от них. И станут они безбожными из-за неразумия своих сердец, и глаза их ослепнут из-за трепета сердечного, и из-за сновидений их. И из-за идолов станут они безбожными и трепетчущими, ибо все дела свои совершили они во лжи, и поклонялись камню, посему в мгновение погибнут они. Но в те дни будут благословены все, принимающие слова мудрые и разумеющие их, и соблюдающие пути Всевышнего, и ходящие по пути Его праведности, и не ставшие нечистивыми вместе с безбожными, ибо они спасутся. Горе вам, распространяющие зло своим ближним, ибо вы будете пожраны в Шеоле. Горе вам, делающие неверные и ложные меры, и вам, которые вызывают горечь на земле, ибо таким образом они совершенно истреблятся. Горе вам, строящие дома свои на изнурительном труде других, и все ваши строительные материалы, кирпичи и камни греховные, говорю вам, не будет у вас мира. Горе тем, которые отвергают меру и вечное наследие своих отцов, и чьи души следуют идолам, ибо не будет у вас мира. Горе тем, которые совершают нечестие и способствуют угнетению, и поражают своих ближних до дня великого суда, ибо он сбросит вашу славу, и наведет на сердца вашу горесть, и восстанет его ярусное негодование, и поразит всех вас мечом, и все святые и праведные запомнят ваши грехи. Глава сотая. И в те дни в одном месте будут поражены отцы со своими сыновьями, и братья один с другим падут смертельно, пока реки не наполнятся их кровью. Ибо человек не удержит руки своей от поражения своих сыновей и сыновей своих сыновей, и грешники не удержат руки своей от почитаемого брата. С рассвета до заката будут они поражать друг друга, и пойдет лошадь по грудь в крови грешников, и колесница погрузится по высоту свою. В те дни ангелы сойдут в потайные места и соберут вместе в одно место всех тех, кто опустил грех, и Всевышний поднимется в тот день сюда, чтобы произвести великий суд среди грешников. И над всеми праведными и святыми он назначит стражей и среды святых ангелов, дабы охранять их, как зеницу ока, пока он не положит конец всякому злу и всякому греху. И хотя праведные спят долгим сном, ничто им не страшно. И тогда увидят дети земные мудрых в безопасности и разумеют все слова книги сей, и признают, что их богатства не могут спасти их при низвержении их грехов. Горе вам, грешники, день великих страданий, вы, причиняющие боль праведным и сжигающие их огнем, вам воздастся по делам вашим. Горе вам, упрямые сердцем, наблюдающие, как бы замыслить беззаконие, посему трепет найдет на вас, и никто не поможет вам. Горе вам, грешники, из-за слов уст ваших и из-за деяний рук ваших, которые совершило ваше безбожие. В ярком пламени, худшем, нежели огонь, будете высажены. И вот знайте, что от ангелов он разузнает о ваших деяниях с небес, от солнца и от луны и от звезд относительно ваших грехов, потому что на земле производите вы суд над праведными, и призовет он в свидетельство против вас каждое облако и туман, и росу, и дождь. Ибо все они из-за вас будут удержаны от сушествия на вас, и они напомнят о ваших грехах. И вот дарите подарки дождю, чтобы он не был удержан от пролития на вас. Так же и росе, когда она примет золото и серебро от вас, чтобы могла она опуститься. Когда и ней, и снег с их холодом, и все снежные бури с их бедствиями падут на вас, в те дни вы не сможете устоять перед ними. Глава 101. Наблюдайте за небесами вы, дети небесные, и за каждой работой Всевышнего, и бойтесь его, и не делайте зла в его присутствии. Если закроет он окна небесные и удержит дождь и росу от пролития на землю из-за вас, что тогда вы будете делать? Если пошлет от гнев свой на вас из-за дел ваших, не сможете молить его. Ибо говорили вы гордые и дерзкие слова против его праведности, посему не будет у вас мира. И не видите ли вы моряков на кораблях, как волны бросают корабли туда и сюда, и ветры сотрясают их, и как они в безысходной напасти? А потому боятся ли они, что все их прекрасное богатство опустится на дно морское вместо с ними? И возникают ли у них дурные предчувствия сердечные, что море поглотит их, и они погибнут в нем? Не являются ли все море и все воды его и все движения его делом Всевышнего? И не положил ли он границы их действиям и ограничил его песком? И по его порицанию оно устрашается и высыхает, и умирает вся рыба его и все, что в нем. Но вы грешники, которые на земле, не боитесь его. Не он ли сотворил небо и землю и все, что в них? Кто дал разумение и мудрое всему, что двигается на суше и в море? Разве моряки на кораблях не страшатся моря, а грешники не боятся Всевышнего? Глава 102 В те дни, когда он приведет на вас яростный огонь, куда убежите вы и где найдете вы избавление? И когда он произнесет слово свое против вас, не устрашитесь и не убоитесь ли вы? И все светила убоятся страхом великим, и вся земля устрашится и вострепещет и будет в смятении, И все ангелы совершат свое повеление, и будут искать, где бы укрыться от присутствия великой славы. И дети земные затрепещут и сотрясутся, и вы, грешники, будете прокляты навеки, и не будет у вас мира. Не бойтесь вы, души праведные, и уповайте вы, умершие в праведности. И не скорбите, если душа ваша в Шаол не сошла в скорби, и что в жизни ваше тело ваше не получило согласно благости вашей. Но ожидайте дня суда над грешниками, и дня проклятия и наказания. И все же, когда вы умираете, грешники говорят над вами. Как умираем мы, так умирают и праведники, и какую пользу они пожнут от своих дел. Смотрите, как мы, так и они умирают в скорби и мраке, и что у них имеется более, чем у нас. С этого момента мы равны. И что получают они, и что увидят вечности, вот они также умерли, и с этого мгновения и вечно не увидят они света. Говорю вам, грешники, довольны вы ели, и пили, и крали, и грешили, и убирали до нога, и приобретали богатство, и видели добрые дни. Видели ли вы праведных, как приходит конец их, что никакого рода зло не найдено в них до их смерти. Тем не менее они погибли и стали, как будто их не было, и духи их снизошли в Шаол в несчастье. Глава 103. «Потому вот, клянусь вам, праведные, славы великого и почитаемого и могущественного во владычестве, и его величием клянусь вам. Известна мне тайна, и прочел я небесные скрижали, и видел святые книги, и обнаружил написанным в них и начертанным относительно их, что вся благость и радость и слава приготовлены для них, и записаны для духов тех, кто умер в праведности, и что многократное добро будет даровано вам в качестве компенсации за труд ваш, и что ваш жребий чрезмерно превышает жребий живущих. И духи тех, кто умер в праведности, будут жить и возрадуются. И духи их не погибнут, и память о них пред лицом великого. Во все поколения мира, потому не бойтесь более их оскорблений. Горе вам, грешники, когда вы умерли, когда умираете вы в богатстве своего греха. И схожие на вас, говорящие о вас, благословенные грешники, видели они все дни свои. И как они умерли в процветании и достатке, и не видели горя или убийства в своей жизни, и почили они в чести, и суд не был произведен над ними в течение их жизни. Знаете же вы, чьи души снизойдут в Шеол, и будут они жалки в своем несчастье. И войдут ваши духи во мрак, и в оковы, и в горящее пламя, где ужасный суд. И великий суд будет для всех поколений мира. Горе вам, ибо не будет у вас мира. Не говорите о праведных и добрых, которые живут. В наши тревожные дни трудились мы тяжко и испытывали всякое несчастье. И встретились с великим злом, и были истреблены, и стало нас мало, и дух наш мал. И разрушены мы, и не нашли помощи ни в ком, хотя бы словом. Нас пытали и не уничтожили, и не надеялись мы увидеть жизнь изо дня в день. Чаяли мы быть головой, а стали хвостом. Мы тяжко трудились и не имели удовлетворения в труде нашем. И сделали мы пищей грешников и нечестивых, и наложили они бремя свое тяжкое на нас. Над нами владычествовали они, которые ненавидели нас и поражали нас. И ненавидящим нас мы подставляли шеи наши, но не пожалели они нас. Стремились мы скрыться от них, чтобы убежать и иметь нам покой, но не находили места, куда бы могли бежать и спастись от них. И роптали правителям о бедах наших, и вопили против тех, кто поглощает нас, но не обращали они внимания на наши вопли, и не прислушивались к голосу нашему. И помогали они тем, которые обкрадывали нас и пожирали нас, и тем, которые сделали нас малочисленными. И сокрыли они свое угнетение, и не сняли с нас ярма тех, кто поглощал нас, и рассеял нас, и убивал нас. И сокрыли они убийство свое, и не вспоминали, что поднимали они руки свои на нас. Глава 104. Глава 104. Глава 104. Глава 105. 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 Глава 10. 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 воинства небесного. И хотя вы грешники, говорите, все грехи наши не будут обнаружены и записаны, тем не менее, каждый день они записываются. И вот я покажу вам, что свет и мрак день и ночь видят все грехи ваши. Не будьте безбожными в сердцах своих и не лгите, и не изменяйте слов праведных, не приписывайте ложь словам святого великого, не надейтесь на своих идолов, ибо вся ваша ложь и все нечестие не заканчивается праведностью, но великим грехом. И теперь известно мне тайно, что многими способами грешники изменят и извратят слова праведные, и произнесут злые слова и ложь, и употребляют великий обман, и напишут книги о своих словах. Но когда запишут истину все мои слова на своем языке, ничто из моих слов не изменят или преуменьшат, но запишут их истину, все, о чем прежде я свидетельствовал о них. Тогда другая тайна известна мне. Книги будут отданы праведным и мудрым, дабы стать причиной радости и благочестия и великой мудрости. И им даны будут книги, и они поверят в них и возрадуются о них. И тогда все праведные, научившиеся из них, всем путям благочестия будут вознаграждены. Глава 105. В те дни Господь приказал им прийти и свидетельствовать детям земным об их мудрости. Покажите ее им, ибо вы путеводители и вознаграждение за всю землю. Ибо я и сын мой объединимся с ними навеки в путях благочестивых в их жизни. И будет у вас мир. Возрадуйтесь вы, дети благочестивые. Аминь. Фрагмент из книги Иноя. Глава 106. И после нескольких дней мой сын Метушелах взял жену для сына своего Лемеха, и зачала она от него и родила сына. И было тело его белым, как снег, и красным, как цветение розы, а волосы головы его и его длинных локонов были белые, как шерсть, и глаза его прекрасны. И когда поднял он глаза свои, осветился весь дом, как от солнца, и весь дом был очень светел. Вслед за тем на руках няньки поднялся он, открыл уста и разговаривал с Господом праведным. А отец его Лемех испугался его и убежал, и пришел к отцу своему Метушелаху, и сказал он ему, «Я родил странного сына, отличного от человека и непохожего на него, и напоминающего сынов Бога Небесного, и натура его отличается, и он не такой, как мы, и глаза его подобны лучам солнца, и лик его славен. И кажется мне, он произошел не от меня, а от ангелов, и страшусь, что в его дни на земле произойдет чудо. И сейчас, Отец мой, я здесь, чтобы просить тебя и умолять тебя, чтобы ты пошел к Еноху, нашему отцу, и узнал от него правду, ибо место обитания его среди ангелов». И когда услышал Метушелах слова сына своего, пришел он ко мне на концы земли, ибо он слышал, что я был там, и закричал он, и услышал я голос его, и подошел к нему, и сказал я ему, «Вот я здесь, сын мой, по какой причине пришел ты ко мне?» И отвечал он и сказал, «По большой причине беспокойства пришел я к тебе, и из-за тревожного видения приблизился я». «И теперь, мой отец, выслушай меня, Олемехе, сыне моем, который и родил сына, подобно которому нет, и природа его нечеловеческая, и цвет его тела белее снега, и краснее цветение розы, а цвет волос головы белее шерсти белой, и глаза его, как лучи солнечные, и открыл он глаза, и вслед за тем осветился весь дом». «И поднялся он на руки няни, и открыл уста, и благословил Господа Небесного, и испугался отец его Лемех, и прибежал ко мне, и не верил, что он произошел от него, но что он был по подобию ангелов небесных. «И вот я пришел к тебе, чтобы ты открыл мне правду». «И я, Енох, отвечал и сказал ему, Господь совершит нечто новое на земле, и это я уже видел в видении, и открыл тебе, что в поколении моего отца Яреда некоторые ангелы небесные приступили к Слову Господа. «И вот они согрешили и приступили закон, и соединились с женщинами, и грешили с ними, и женились на некоторых из них, и родили от них детей. «И на земле произведут они на свет исполинов не по духу, а по плоти, и будет на земле большое наказание, и будет земля очищена от всякого нечестия. Да, придет великое разрушение на всю землю, и будет потоп и великое разрушение в течение одного года, а сын этот, родившийся у тебя, будет оставлен на земле, и трое детей его спасутся с ним, когда все человечество на земле умрет, он и его сыновья спасутся. «А теперь извести своего сына Алемеха, что он рожденный в действительности его сын, и назови его Ной, ибо он останется на земле, и он и его сыновья спасутся от погибели, которая придет на землю из-за всего греха и всего нечестия, которое будет совершено в его дни. Но после того будет еще большее нечестие, чем совершенное прежде на земле, ибо мне известны тайны святых, потому что он Господь показал мне и сообщил мне, и я читал их в небесных скрижалях». Глава 107. «И видел я написанное на них, что поколение за поколением будет грешить, пока не восстанет поколение праведное, и преступление не погибнет, и грех исчезнет с земли, и всякого рода добро не придет на нее. А теперь, сын мой, пойди и извести сына моего Алемеха, что этот сын, который родился, в действительности его сын, и это не ложь. «И когда услышал Метушеллах слова отца своего Еноха, ибо он показал ему все сокрытое, возвратился и показал их ему, и нарек имя тому сыну Ной, ибо он утешит землю после всех разрушений». Глава 108. Другая книга, написанная Енохом для своего сына Метушеллаха и для тех, кто придет после него и будет соблюдать закон в последние дни. Вы, делавшие добро, будете ожидать те дни до тех пор, пока конец не придет на совершающих зло и конец силы грешников. И воистину ожидайте, пока не исчезнет грех, ибо имена их будут стерты из книги жизни и из святых книг. «И семя их погибнет вовеки, и духи их будут поражены, и скричат они и горько заплачут в месте, которое есть беспорядочная пустыня, и в огне они будут гореть, ибо там нет земли. И видел я нечто подобное невидимому облаку, по причине его глубины я не мог видеть за ним. И увидел я пламя огненное, ярко сияющее, и нечто вроде сияющих гор, сходящихся в круг и сгибающихся туда и обратно. И спросил я одного из ангелов, находящегося со мною, и сказал ему, что это сияет, ибо это не небо, а всего лишь пламя блистающего огня, и голос плача, и крика, и причитания, и сильной боли. И сказал он мне, вместо сия, которое ты видишь, сюда бросают духов грешников и богохульников, и делающих зло, извращающих все, что произнес Господь устами пророков, даже то, что будет. Ибо некоторые из них записаны и начертаны наверху в небе для того, чтобы ангелы могли прочесть их и знать то, что произойдет с грешниками и с духами смиренных, и с теми, которые страдали в теле и были вознаграждены Богом, и с теми, которых пристыдили нечестивцы, которые любят Бога и не возлюбили ни золота, ни серебра, ничего из хороших вещей в мире, но предали тела свои пытки. Которые со дня появления своего на земле не стремились к земным яствам, но смотрели на все, как на проходящее дуновение, и жили соответственно, и Господь много испытывал их, и духи их были найдены чистыми так, что они благословят Его имя. И все благословения, предназначенные для них, я подробно изложил в книгах, и Он предопределил им вознаграждение, потому что они найдены любящими небо более, нежели свои жизни в мире. И хотя их попирали ногами нечестивцы, и от них терпели оскорбления и поношения и позор, все же они благословляли Меня. И вот призову Я духи добрых, принадлежащих к поколению света, и изменю рожденных во мраке, которые не были вознаграждены в плоти такой почестью, какую заслужила их верность. И в свете выведу Я возлюбивших Мое святое имя, и посажу Я каждого на престоле Его почести, и будут они великолепны во все время без числа, ибо праведность, суд Бога, верным дарует Он верность в обитании праведных путей. И увидят они родившихся во мраке, которые вели во мрак, в то время как праведные воссияют. А грешники громко возгласят, увидят, что они великолепны, и пойдут они туда, где им предписаны дни и времена.